От того, как мы воспитаем молодежь, зависит наше будущее. В Оренбургском государственном медицинском университете собралась полная аудитория студентов, чтобы услышать, как же нужно бороться с наркотической деятельностью. Есть такие вещи, которые пропагандируют наркотики. То есть, пошли вы, например, в магазин, зашли, продают на прилавочке сережки, подвески, ремни и так далее. Вы увидели что-то с изображением листа коноплей. Вот это является пропагандой наркотиков. И вы можете помочь, по крайней мере, даже не то, что полиции, а себе, сообща о какой-то такой информации. Для вас это минимум, а на самом деле это большое дело. Примерно посчитал с нашим участием, в прошлом году было изъято от 15 до 20 килограмм наркотиков. С 80-х годов в нашей стране число наркоманов увеличилось почти в 146 раз. Это более 7 миллионов человек. В Оренбургской области в 2015 году было изъято более 94 килограммов марихуаны и больше 4 килограммов героина. Однако доносов о закладчиках и распространении наркотиков по сравнению с 2012 годом увеличилось вдвое. Наркоситуация в Оренбургской области является достаточно стабильной, но это не является для нас причиной, чтобы каким-то образом успокаиваться. Мы стараемся работать над ее постоянным улучшением, постоянным оздоровлением. Естественно, имеем перед собой генеральную цель, чтобы ни одного наркомана на территории Оренбургской области не было. У некоторых студентов уже был опыт общения с наркозависимыми, которым они хотели искренне помочь. Прошедшая встреча у молодых людей проявила желание присоединиться к движению добровольцев. У меня были даже друзья, которые употребляли такие вещи. Мне всегда хотелось им помочь, поэтому я считаю, что это достаточно актуально, и это нужно, и этим нужно заниматься. Очень хорошо, что у нас в России вообще в целом проводятся такие акции, которые направлены на борьбу с наркотиками, борьбу с алкоголизмом. Вдохновляют людей, вдохновляют волонтеров на помощь данным структурам. Екатерина Роженко, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.